У меня была мечта, и я ее сегодня воплотил. Лучший день в моей жизни! Ой, как нравится! Вы говорите птицы, вот человек старается. Офигеть! Два месяца осталось до встречи со всеми. Друзья, поздравьте меня, я наконец-то официально стал взрослым, официально. У меня была мечта, и я ее сегодня воплотил. Я купил себе сейф. Ну, у меня вот Лена подарила карте, браслет. У меня есть там еще пару штучек, которые у меня очень драгоценны мне. И когда к нам приходит, допустим, клининг, я их все время с собой, кот, забираю. И хожу, как, знаете, самый главный рэпер, со всеми драгоценностями, с собой. И мне это не очень, как бы, нравится. Я увидел у Влада А4. Вообще, Влад А4 вдохновляет меня во всем. Увидел у него сейф, который с отпечатка пальца открывается. И все время зашли в магазин, и я себе его купил. Завтра меня его привезут, я его вам покажу. Он такой красивый! Друзья, это старость, когда ты такой сейф. Мечтаешь о сейфе, о красивом. Ну, кайф, вообще. Ну, ладно, покажу, увидите, скажете. Ох, это, короче, я красава. Ох, сегодня что-то сложнее далось Васю отвезти в ее творческую школу. По причине того, что она вообще не хотела туда идти, ни в какую. При этом, когда я туда ее привела, она очень долго плакала. Пока ехали в такси, она плакала. И это было для меня самое сложное, не заплакать самой. Вот, в общем, стояли около кабинета, уже урок начался минут 10. Она плакала, плакала. В общем, это был караул. Но, короче, в итоге все-таки я ее успокоила. И она пошла заниматься. Вот, а я сейчас иду за кофе встречаться с Люси. Сегодня у нас после занятий Васиных встреч с девочкой, которая приедет из Перми. И надо купить подарочек. Просто, просто. Волшебство какое-то, а не погода. Погода сегодня просто волшебная. Это просто потрясающе. Это пожиткую погоду. Тем более сентябрь на дворе. Да, вот она, я перекрасил ее. Это вот она, моя машина красная. Блин, да нет. Единственная тачка, которая, как бы, две тачки может поместиться на твою парковочную листку. А у меня здесь и тачка, и мотоцикл. Ну и стоп, даже три, если вы так поставите. Это машина от Джеки. Блин, она новая прям, вау. Да, в целлофонах. А ты до сих пор не снимаешь? Ну я как дед, я как дед с пульта, да. Я не снимаю ничего. Вообще круто. Это руль. Я думал, это машина полноценная. Ну, подожди, не при ней. Она полноценная машина, да. Егор, может, хочешь присесть? Я думала, как справиться. Кстати, это тоже мой мотоцикл. Это тачка Джеки, чем парт сорвем. А можно ее как-то уборить? Ой, она прям все так трясет. А тут поключим? А сколько ты вкидываешь? 550. Выгодно можно, что килограмм? Пахнет по-новому. Да, ну вообще. Это новый подход к авто. Да спокойно, мы вдвоем нормально помешали. Конечно, я же говорю, берите, покупайте. Дарья, именно такую тачка твою первую представляла. Вот честно. Нет, знаешь, Егор, я все говорю, ты подаришь мне машину? Вот именно такую, да? Заводи. У меня убирает, что тут руль? Как, на кнопку? Внизу, вот там, да, не-не, вот ключ вставит. Тут вниз кнопки. Включить приставок ярко, как мы вот, я случайно что-то нажимаем и влетаем. Сейчас. А, с ручника там сними, с той стороны. Так. Теперь. Пора направо. Подожди, у меня на эту педаль есть? Не-не, тебе надо ручку, вот эту штуку, газ нажимай и ручку проворачиваем. А мы сейчас не разомнёмся. Андроид, 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 Андроид система. Давай, грустно, тут радио есть. А Ютубчик можно позыкать? Сейчас. Пригас, и бензин надо отсосать. Стоп. А можно, секундочку, поменяется вообще? Ребят, он работает. Сейчас. Жекич, что это дела? Ты просто неправильно зажёг. Ооо, ну вот видно, сразу поддалась, поддалась сразу. 50 это показано максимум или 50 максимум? 50 это возраст, с которым надо начинать ездить на этой машине. Игорь, прокатишь? Нет. Ой, дядя. А то окно откроют, а то задохнёте там. Но тут есть ещё вот такая, что задохнётся. С ветерком, кайф, кайф. Да, ребят, говорят, 400, берите, недорого. Задняя, теперь рукой вниз. Там, нет, это первый рычажок, нет, он вернен обратно на первую. А теперь дальше ещё рычажок. Бум, вот, давай, всё. Лучший день в моей жизни. У нас всегда... А ты чувствуешь аппарат? Габариты чувствуешь? Габариты привыкли? Всё, не отвлекай ты. Слезно отличается от твоей Ай-8. Ничем, честно, вместо нас сзади абсолютно столько. Если хотите, можно просто поменяться, можно даже не продавать. Крутые эмоции. Давай по прямой наполним. Поехали. Паркуем со второй передачи. Небезопасно? Я его не доверяю просто как водителю сейчас. Так первые дни было. Давай сейчас по прямой до сотки прям. Ну, полно. Всё, всё. Просто передать надо переключать передачу? Ну, может, у него получится, я не знаю. Надо переключать передачу, а я не умею. Не, я всегда на первую езжу. Она очень быстро на первую езжу. Просто до конца разумеется. Трекерис мы с Люсей. Пришли, значит, игрушки смотреть. Детские. Грызунок. Да, да, это то, о чём вы подумали. Да, он прям с ручкой. Как вам такое? Я хочу посмотреть, от скольки лет. 0М. 0 плюс М. Ну, вот с нуля нужно сиськи грызть. Слушай, надо сын своему взять. Ему понравятся. Тёмненькие, шоколадненькие. Карамельный написано. Какая погода красивая. Тёплая. Ворон каркают. Сходили, всё купили. Подарок купили. Осталось найти запрос Василисы. Треугольный мармелад. Но мы с ней договорились, что если всё-таки треугольного не будет, то какой-нибудь другой принесу. Вот, сейчас пойдём с Люсей купать сладенькое для маленького человека. Что ещё сказать? Больше нечего говорить. Смотрите, какая у меня футболка. Вот ничего говорить. О, боже, вот это красота. Вот так вот. Вау. Фанатка, что ли, Васин? Да. Вчера, тку продали, а я уже сегодня ношу. Вообще. Прикиньте, просто урвала. Или ты отжала у кого-то? Да, я специально поехала на склад, своими руками всё запаковала. Вот это, да, вот это сервис. И кофта, кофта. Красота. Вообще. Вот так вот, вот видите, человек захотел, купил. А вы говорите, солдал, солдал. Захотел, сшил, ношу. Сшил, отжал, где-то там на склад какой-то съездил. Так что тут главное желание. Сегодня мы решили проверить лейную интуицию. Давай. Убирать штору? Вас там что-то ждёт. Первый вопрос на интуицию. Кто из нас сегодня, двоих, пойдёт на свидание в вечернем платье? Надеюсь, Вася. Раз. Два. Три. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Сегодня все вечером встречаемся на кухне. Вообще неплохо. Тебе серебряный идёт. Я готовился к себе. Я только поэтому и надел. В этот дождливый день ты должна проявить интуицию и не оплошать, как в первом раунде. Ты должна угадать, кто из нас беременный. Интересный вопрос, конечно. А обязательно кто-то из вас двоих? Да. А может быть, ответ никто? Интуицию включай. Хорошо, ты. Правильный ответ ты. Третий раунд. Тебе надо угадать, кто из нас леди баг. Леди баг, ты завалил два раунда, соберись. В третьем надо прям проявить интуицию, кто из нас леди баг. Надеюсь, у тебя нет штанов леди баг. И это всё-таки, Васюша. А ещё три. Раз, два, три. Леди баг! Ты такая крутая! Посмотрите, это обычная девочка, оказывается, леди баг. Посмотрите, она побежала спасать. Леди шпагат баг. Да, супергероем может быть обычная девочка, на которую никогда и не подумаешь. Именно так произошло в мультфильме «Леди баг» и «Суперкот. Пробуждение силы». Неуверенно в себе французская школьница обретает силу, становится героем и находит любовь в лице самого популярного в школе мальчика. Прикольный сюжет, нас с Васькой очень зашёл. А графика ещё круче, чем в знаменитом мультсериале «Первые источники». Переходите по ссылке «Леди баг» и «Суперкот. Пробуждение силы» только на кинопоиски. А по промокоду «КУКАЯКАБАК» получите подписку на бесплатные 45 дней. Ты готова сразиться со мной? Я странный кот. Быть «Леди баг» очень крутой. Быть «Раным котом» очень круто. Я снова в школе, что ли? А, тут тебе пришла на помощь ещё и «Леди Бегемот». Всё, всё, побит я. Вы не снимаете с меня маску. И я, Георгий Куценко. Смотрите, какую вкусноту я взяла. Лавандовое мороженое. Что может быть прекраснее? Песня «Лаванда, горная лаванда». Мне 15, если что, я знаю такую песню. Я только не знаю песню. Да, в смысле? Я не знаю, кто её знаю. Я только что её услышу. В ТикТоке. Он же ещё существует. Что такое ТикТок? Мы не в курсе. Тик что? ТикТак? ТикТак. Бум. Бум. Боже. Скажи, что ты доставала? Я доставала? Из широких штанин. Вот отсюда. Вот четыре парочку твоих поцелуев. Ты моя зайка. Я Васе с утра кладу в кармашки поцелуи свои. На случай, когда ей будет грустно, она может достать мои поцелуи, и ей становится не так грустно. Да, ещё остался поцелуй мой. Ого, какой большой. Так, короче, мы остановились тут голубей и кормим. А у меня, знаете что? У меня такой потрясающий кардиган, что все бабуськи проходят и улыбаются. И ещё мне несколько бабусек сказали комплимент, что у меня очень красивый кардиган. Вот. Путь к сердцу бабулечек лежит через красивый вязаный кардиганчик. О, друзья, вообще просто у меня такого давно эстетического удовольствия не было. В общем, у меня сегодня курьер пришёл и принёс такой большой пакет. Большой тяжеледный пакет. Просто смотрите, пакет ещё красивый. Ох. И давайте попробуем показать прям всю распаковку, как я это сделал. Я такой радый вообще. Вот клянусь, я так айфон не хотел, как хотел. Сейф. И просто, ну, сейчас покажу. Это мужские сумки Hermes. Так, для тех, кто переживает, что это интеграция, не переживайте. Я бы, конечно, хотел, чтобы это была реклама. Чтобы у меня такие, знаете, ну, типа... Где рекламировать сейфы? Конечно же, у Дениса Кукаяки. Он... Тот ещё банкир. Нет, это просто... Не могу сказать, что я там какой-то супер-мега-миллиардер, которому такой... Мне нужен сейф, чтобы все свои злато хранить. Нет, есть пара каких-то вещей, которых я передаваю. Ну, у вас всех есть, друзья. Просто камера. У меня камера, я в руке держу. Знаете, сколько стоит камера эта? 600 рублей. Ну, кто смотрит давно в влоге, знает. Ну, туда её не положат. Ну, короче, есть какие-нибудь небольшие объекты. Чего оправдывать? В общем, мне очень сильно это нравится. Посмотрите, это вот... Ну, какой айфон? Ну, какой айфон? Смотрите, открываю коробочку. Вот так. О, май гад. Посмотрите. Неплохо. Посмотрите, просто... Ну, ну, ну... Я как открыл, я такой, типа, вау. И теперь, смотрите, самое главное. Сейчас мы это достанем. Сейфиксом. Сейфиксом очень свечка обляпался. Сейфик не обляпал. Приживаю за него, как за айфон. Реально, знаете, когда вот новый айфон? Что я аж это... Ну, там, короче, у меня мысли собраться не могут в голову. Я это... Столько счастлив парад. Сейчас покажу. Свечка какая масляная. Короче, неохота пачкать сейф. Просто это... Просто это искусство чистой воды. Опа! Какой красивый. Зелёный с оранжевым. Смотрите, какая коробка крутая. Тут инструкция. Крепежи всякие. И смотрите, самое главное. Самое главное. Смотрите, палец. Никаких ключей ничего палецуёшь. Ой, как нравится. Ой, дайте ещё разочек. Всё, друзья. Вообще шик. Просто радуюсь, как я говорю. Вообще просто. У меня такого давно не помню. Это очень... И знаете, это ощущение невероятно наполняет с точки зрения мужественности. Мужественности. Я когда вчера с Леной разговаривал, Лена хотела мне этот сейф подарить, но я его опла... Ну, у неё там что-то деньги не переводились. А она говорит, ну оплати сам. Я оплачиваю, покупаю. Я говорю, не надо никаких денег переводить. Я просто чувствую, знаете... Ну, это как на рыбалку съездить. Ты типа, мужик, купил себе сейф. Это так круто. Ну, это может быть только у меня. Вот. Ну, короче, мне прям это очень сильно понравилось. И еще... Ой, хорошо. Вообще счастлив. Закрыл свой маленький гештальтик. Ну, новый, но такой красивый. Ой, все. Пойду туда складывать свои драгоценности. И буду убирать его на полочку и радоваться. Буду себе палец ссувать. А второй палец... Там еще можно еще один палец ссунуть. Там можно несколько. Но два, как бы, мастер... Главных пальцев всего может быть два. Вот. И я свой отсканировал. А второй хочу Елене Сергеевне палец отсканировать. Чтобы только я и она могли этот сейф открыть. Обкрадет меня, представьте. Убежит цыганка моя. Мальчик все готовит. Время. Десять вечера. А я не могу не показать вам свои новые покупочки. Я просто так сильно хотела этот кремушек. И я его заказала. Стоимость моего заказа 30 тысяч рублей. Чуть больше. В общем, сейчас я вам покажу, что я назаказывала. Итак, начну с кремушков, которые я хотела. Это Августинус Бадер. Я не знаю, как правильно читается, а то честно скажу. Давай, я прочитаю тебе. Ну, вот, смотри. Твой палец. Хочешь, хочешь, вот так вот сделать? Тебе больно будет? Больно, больно будет. Мы сегодня встречались с Егором, с Яной. Я что-то рассказываю. Смотри, они такие за пальцем следят. Я говорю. Я, кстати, пальцем встречу, Маленька. Да мы заметили. Сразу. Мне кажется, какой ракурс уродский я взяла. Давай, я лицо, я лицо, я ругаю. Не надо. Августинус Бадер. Плохая реклама. В общем, суть в чем? Суть в том, что здесь два крема. Блин, муж, ты в своих труханах, блин, хоть бы шорты надел. Дим, поставишь цветочек? Огромный цветочек. Прям такой большой. Букет. Букет. Нет, тебе не надо. Букет. Реально, здесь букет надо. Ну, Вася. Просто два спагопара. Итак, я смогла, я открыла. В общем, стоимость этой коробки... Я вам говорила, да, что время 10 вечера? Что, что? Ничего. Слушай, слушай, слушай. Не хочу говорить. 10 вечера время. А что ты в микрофон орешь? А что ты в микрофон орешь? Итак, продолжим. Стоимость этой коробочки 16 тысяч рублей. Здесь два крема по 15 миллилитров. Вот такой один кремушек 30 миллилитров. По-моему, 30 миллилитров. Он стоит почти 30 тысяч рублей. Вот. В общем, суть в том, что здесь один более интенсивно увлажняющий, а второй более легкий. Вот. То есть, как бы на лето и на зиму, типа, или на лето и на ночь. Я взяла попробовать, чтобы понять, какой будет мне лучше всего увлажнять. И этой же фирмы. Ну, алло. Не, на себя переверни, на себя переверни. Меняй ракурсы. А то совсем скучно так смотреть. Так, рассказывай, следующую что? 415 база, ответьте. Следующий крем. Это же бренда для кожи вокруг глаз. Крем не видно. Следующий кремушек этого же бренда для кожи вокруг глаз. Потому что я, мне кажется, чаще всего в поисках крема для кожи вокруг глаз, потому что мимические маркины предательски начинают появляться. На тусе, на тусе, на тусе, на тусе. Вот. И я, в общем, всегда ищу крем хороший для глаз, чтобы действительно там выравнивал все дела. Вот. Дальше я купила вот такую очищающую маску. Я как-то увидела в ТикТоке. Ее наносили на себя два пацана. Как бы странно это ни звучало. Но у них так круто почистить поры, я ее засприняла. И так и не нашла тогда, а сейчас нашла. В общем, буду сейчас чистить поры вот этой маской себе и вон тому мужчине. Да, да. Мне? Нет. Ну и, конечно же, как я могла без вот этого? Богатство. Вы же знаете, как я это люблю. Самые фаворитики свои заказала. Обожаю. Ну а еще вот тут вот наложили подарков. Это я еще не открывала. Я только не совсем уточнила, здесь вот такие вот салфеточки с пинцетиком достается. На носик наносится, потом через 15 минут убирается. И типа будет круто. Посмотрим. В общем, я открыла подарок и в подарки лежала, смотрите. Маска для веков. Ай-яй-яй! Мама, помоги! И еще крем для век «Крымская роза». Ну я же в поисках крема для век, поэтому посмотрим, может быть, и «Крымская роза» подойдет. А сейчас я хочу. У меня тут, смотрите, какие счастливые билеты положили. Будем стирать и получать подарки. Давай, главный приз. Не знаю, сейчас проверим. Итак, первый билетик. У меня тут просто какой-то код. Супер-призы. Скрэйч слой. Там твой индивидуальный код. Перейди в чат-бот по QR-коду. Зарегистрируйся 10 октября. Веди индивидуальный код. Ожидай результат финального розыгрыша 11 октября. А, так надо. Ну так неинтересно. Я-то думала, я сейчас стираю и сразу подарок получаю. А тут надо регистрировать, ждать еще 11 дней. Ну так не хочу. Кстати, я только сейчас поняла, что, между прочим, к концу подошел первый месяц осени. Ты представляешь? Почти полосени прошло уже. Уже зима скоро. Через два месяца зима уже. И я рожу. Понимаешь? Остался октябрь и ноябрь. Два месяца осталось. Офигеть. Два месяца осталось до встречи с сыном. Так, а сегодня мы, значит, с подачи люси. Она мне сказала, что у нас на сайте kukahek.com в офисе его сегодня совещание. Она говорит, заедет на совещание. Я говорю, что все удивились. Я такой подумал, надо совместить приятное с полезным. Я поеду. Сам посмотрю на офис и на наш цех впервые. Ну, это одно вас с собой возьму. Главное, нам тайно проникнуть туда, чтобы никто не заметил. Знают лицо, думаешь? Ну, может быть, они смотрели какие-нибудь влоги. Надеюсь. Прикинь, какой-то мужик заходит, такие, у нас учат совещание. Не, не, я такой, всем привет, они все равно, да, они все равно такие не понимают. Просто такие, ты кто? Чувствую, что мы как в шпионских фильмах. Я такой, лифт не надо ждать, надо идти пешком. Самое идеологичное вообще. Заходи, Артур. Вот офис. Вот здесь и делается, вы с инсайлями, друзья. Писать хочу. Мы стоим в туалете, нам сказала, Люси еще 10-15 минут стоять. Здесь очень душно. У нас куртки и торт. Мне кажется, кто заест, мы стоим видеть, как просто, как фрики. Ну, ничего, шпионские игры. Все, ладно, фу, мы вышли из туалета. Невозможно там, да, там все писаются. Заходят очень сильными струями. Вот, и там очень жарко. Мы дойдем до конца, посмотрим, что там есть. Ушли из туалета с третьего этажа, чтобы зайти в туалет на четвертом этаже. Тут вообще невозможно, тут просто шкатулки. Какой приз. Блин, я могу отделаться от названия компании. Смотрите. Пипка. Где работаешь? Я работаю. Пипка. Ну, при всем уважении. Ну, пипка. Так, позовешь меня? Здравствуйте. Это что, Денис? Офигеть. У меня этот шоковый. Привет. Здравствуйте. Привет. Я думаю, почему Лис сидит с телефона, как будто мы себя снимали. Да, да. Я говорю, Лис, я вообще не ел. Здравствуйте. Ангелина. Очень привет, Денис. Это Лёва, Салёва. Здравствуйте. А, еще и ты, Денис. Ты еще есть. Да, я думала, у нас будет больше соревнований. Да, у нас сегодня, в прошлом части, кто-то в отпуске, где-то еще что-то. Давай я тебе расскажу все, хочешь? Конечно, хочу, конечно. А, у нас есть, это важное, субтитивляющее. Это у нас после первого корпоратива. Да, я вам блог расскажу. Это и познакомьтесь, это Юля. Если бы не Юля, то ничего вообще не было. Помните, как все было, когда у меня были какие футболки? С большими, да, по-моему, надписями первые еще в весне? Да, Вася Нитяга. Да, это была эра до Юли, когда все шилось криво, косо, мало, но с любовью. А потом появилась Юля, и любовь масштабировалась до невероятных масштабов. И теперь у нас есть офис, смотрите какой. Ну, ты рассказывай, рассказывай, показывай, а мы все послушаем. У нас есть стул именной. Let's go! Да, это вот вообще, ты такой типа сидишь, босс, да. Это как у режиссера. Да. Да, вообще, я режиссер этой фэшн-индустрии. Проектор, да, есть эти как распечатные картины. Тут почти вся мебель на заказ. Это на заказ, это на заказ, это на заказ. Это я люблю всех кухни. У нас куча цветов. Тут у нас кладовка. Не знаю, интересно или нет, но у нас есть кладовка. Ты можешь здесь жить. Да. Такая прям удобная комната. Компортная, я считаю. Дальше это кухня. Кухня Убрама. Какая красивая кухня. О май гаааа. Да, да, да. Смотри. Сейчас парится кофе или чай может быть. Вот это что? Это вообще-то самое главное. Я понял, да. Убираем ткани, наполнители. Вот недавно выбирали наполнитель для пуховика. Вы просто сюда клеите... Мы не успеваем их печатать. У нас, короче, случилась проблема с принтером. Мы специально купили лицной принтер, а он у нас не работает. Нам нужно установить какой-то туда драйвер, а ни у кого руки не доходят. Поэтому это вот все, что мы напечатали. Все есть аквариум. Карт-холдеры! 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 Вот, 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 это просто образец внечка. И это пока только синие, но скоро будут еще в других цитах. Прикольно? Как круто! Фантастика какая-то вообще. Я такой один, там, если хочешь еще один, можешь сейчас сразу взять. Я тебе даю, дарю, пожалуйста, твоего бренда-карт-холдер в подарок. Что еще? Что еще можно забрать? Это я просто фанат Порше. У меня все, что связано с Порш, поэтому тут мишка. Карт-холдеры! Это то, что... Это, да, твоя книжка, твой вклад. Здесь у нас витят образцы бомберов, которые были до того, как мы выпустили бомбер. Собственно, вот, разное количество, разные материалы. И это финальный, это мне, может, кто-то пришел из наших, кстати. Вот он был изначально вот такой вот не очень приятный, но мы смотрели просто лекало. А сейчас у нас вот такой. Да, еще есть образец пуховика, но он не готов, потому что был плохой наполнитель. И он поэтому жесткий. Ты можешь померить просто, чтобы приблизительно понимать, что будет. Жестко, круто, жестко, круто. Да, и вот этих штук тоже не будет. Тут будут утяжки, он будет затягиваться, и здесь еще будет такая планочка, вот как внутренняя, только внешняя на кнопках. А это, короче, супер-тестовый образец. Вообще, не так все будет. Как тебе? Это программа MTV по домам, ой, тут не убранная, я вообще не ждала. Так это так и есть. Но тут он тоже, видишь, еще не доработан, он будет сильно закрываться, и у тебя там капюшон еще. А он будет больше, да? Да. Вот это вообще, я просто, Южа сказал, что это, да, это же вы это придумали. Да, это даже рисовали его специально, этот паттерн. Да, это отрисовка, это не откуда-то взятый, это Федя рисовал. Потом измеряли все. Кстати, это Федор, да, познакомьтесь. Все дизайны, все это, вот, главное, главное, золотые руки нашей. Вначале Юля, потом я. Да. Юля голова, я руки. Не, мы вообще работаем в связке. Тут же никто, каждый по себе ничего не может, может сказать. Тут только команда, вся сила в команде. Пойдем в цех? Пойдем. А у нас еще есть финансовый директор. Замечательный. Это я. Просто добрейшей души человек. Просто невероятно классная, денег дает нам. И вот, когда нам очень надо денег, она дает. И мы вот эти всякие штуки классные делаем. Да? Да. Пошли. Здравствуйте. Это Владимир Владленович. Это Денис, владелец бренда. Очень приятно. Вам прям сюда сюрпризы. Взаимно, взаимно. Это наш технолог, директор цеха, отвечает, собственно, за все происходящее здесь. Мы сейчас ждем закройщика, чтобы кроить октябрьскую коллекцию. У нас вот есть вот картины. Да, вот это вот у нас будут такие цвета. Пока он прям в таком формате. Это будет... Вау. Вот такая история будет. Класс, да? И, естественно, в каком... Еще такая для мальчика. И в каком цвете? В розовом. Естественно, розовый цвет. Ты живешь какой-то, да? Да. Вообще пушка. Цвет классный, да? Из черного филе, из белого, да? Это маленький. Я тут впервые вижу. Ага, а, да? А там еще стоят рулоны у нас. Из этих рулонов будут сумки-шоперы. Очень удобные, супер необычного формата. С большим ремнем через плечо. Это вот Федь придумал. Лекало. А, это лекало у нас вот там, да. Вот, пожалуйста, разные. Можно наблюдать. Переведенный на картон. И еще не переведенный на картон. Но уже, естественно, с какими бумажечками? С розовыми. Потому что кто это делал? Я. Потом. Это, собственно, тут у нас лежит крой, готовый к пошиву. Это девчонки, которые создают аудиторию. Тут у нас повторные лекало. Это пылесос, который производственный. Здесь у нас все на принты уже сложно. Это на выброс. Тут небольшой бардак. А вот эти шоперы, про которые я говорила Илья. А, да, у нас будут такие шоперы. Очень удобные. Вы прям берете и через плечо их еще можно, чтобы комфортно было. И здесь кухня, если это кому интересно, конечно. Вот кухонька. Она такая небольшая, очень уютная. Уютная. Да, и миленькая. Дальше склад. Тут тоже, естественно, бардак небольшой. Вот мы сейчас только что собирали заказы, потому что за выходные очень много купили. И это супер круто. Купая якоточка комфортно. Это одна часть. И вот еще там очень много вторая часть. Ангелина – это один из самых важных людей бренда, потому что это именно она связывается со всеми. По поводу заказов, покупок. Она решает все вопросы, помогает вам, если вдруг сдэк потерял ваш заказ. Такое тоже может быть. Ангелина все время на телефоне, отвечает вам в директе. Подойти? Да, да, да. Короче, Ангелина супер. Мы вообще без нее как без рук. Она придумала всякие разные системы, как это все улучшать. И так что, если у вас есть идеи вдруг, как можно сделать наш сервис лучше, вы можете писать нам, и Ангелина ответит, поможет. Да, и передам руководству. И передаст руководству. А еще у нас есть… Он еще не готов. Это, короче, не… В морду нельзя смотреть. Это не до прототип. Значит, я экспериментирую. И очень хочу сделать, короче, рюкзаки в медведе. И он будет немного с другой мордой. Поэтому я показывать не буду, но это просто вам, чтобы вы знали. Все, давайте, хорошо дня вам. Пока-пока-пока. Артур, надо снимать. Машейте, машейте. Ух ты, ты. Лох, блин. О, блин, круп невозможно вообще. Юля, Федя, ребята, Люся. Что бы я делал без них? Вот просто с такой командой все возможно. Вообще, представляете, у нас офис свой, а еще и цех свой. Цех. Ошибочный цех. У нас работают люди. У нас делается… Ну, короче, все, у меня эмоции вырубали. Да, я хочу. Едем в ресторан есть. Главная задача – снять, как мы едим. Где свет? Ты хочешь, чтобы я здесь… Да. Что принял спросить? Где мы? Мы в ресторане, наконец-таки. Но это не главное цеха, главное цех – снять еду. Потому что если сейчас быть склейкой, мы опять идем, там, такие… Ё-моё. Ты что заказал? Ризотто с уткой. Вот. А я заказал суп и пасту. Вы должны это увидеть. Ждем. Ребята, всем привет. Оцените сегодня мой лук. Мы не забыли. Ура. Последние секунды, я уже ел. Артур, подожди секундочку. Смотрите, какого Артура месил. Как будто сам готовил. Ну все, приятный аптит. Мы не врем. Мы едим в ресторанах, у нас есть деньги. Мы не просто приходим и уходим. А, даже еще вот, смотрите, хлеб заказали. Странный, правда, какой-то. Пицца. Пицца без всего. Диетическая. Ребята, всем привет. Оцените сегодня мой лук. Вот такие у меня штанишки классные. Суперские. Нормально. Всем все заметили, что ты модный. Ну как вся Юля сказала, что Артур очень модный. А я переоделся из черного в черный. Едем на съемку. Будет съемка. Что-то, какое-то интервью для дня... Чего пяточный? Для дня папы. Будут задавать какие-то вопросы мне. Я буду рассказывать, потому что я кто? Правильно, папа. Ой, скоро уже, знаете, что я понял? Мы тут контент снимаем, все дела делаем. И я опомнился о самом важном, что уже... Ребята, октябрь. День учителя сколько? Во-первых, не забудьте поздравить всех учителей, подарить себе цветочки там им. Сделать им приятно, потому что они великие люди. Ну, второе. Ну, как мне кажется, конец ноября, декабрь. Во-первых, ну, конечно, нужна квартира новая. Все, уже сейчас как никогда. Родится Ванька. Вы Павла Оля смотрели? Я еще пока секрет не рассказывать вам. Родится сын, и нам, ну, все. В этой квартире мы не сможем жить. Она супер-мега-любимая, великолепная. Ну, где? Если только мы с Васей переедем на террасу, и я вообще не понимаю, где искать квартиру. Вот просто. Я сегодня посмотрел. В Москве. В Москве еще, в Москве. Да, в Москве. Ладно, надо искать такси, которое за нами приехало. Как-то раз я оставил свою личную стигмату на Итальяшке. Я прижал его башку к сточной канали. Кому снова на концерт хлеба пришли, да? А где Саня, где Кирилл? Я клянусь, это тот же, посмотри. Тот же? Да. Но он похожий, мне кажется. У нас недавно был концерт у группы хлеба, и у нас этот же гримваген был. Пирог и лепешка. Нам предоставили сегодня душу. Ну, увольняем. Смотри. Без двери, раздевайся, заходи. Это он же, да, просто открытый душ. Я прям... Все, просто надо его выкупить, короче, и все. Это наш гримваген. Так, ну что же, я закапывал в глаз. У меня глаз покраснел почему-то. И мы идем сниматься. Здравствуйте. Да, конечно, могу. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Раз, два. Ой, Марк моргнул. Минуточку. Все, спасибо большое. Хорошо вечер. Ты прям донести-то не можешь, да? Ты здесь меня снимать и нести. Ох, тяжелый. Да, конечно, можно. Здравствуйте. У меня самок. Спасибо. Пожалуйста. Что я хотел сказать-то? Блин, мы пришли в ту студию, где мы снимали, где девчонки ищут меня. Как эта студия называется? Как будто невероятно всем интересно. Такие, о, что за студией? И мы сегодня будем снимать, как дети будут задавать вопросы мне. Они до этого задавали. Знаете, кому? Артемию Лебедь и вы имбасите. Потеприне. Мне кажется, первый вопрос, почему без Василисы? Хороший вопрос. Боже, да, сыпется. Блин, когда он начал ходить с бородой, потому что, оказывается, под ней сохнет кожа. И она тоже, знаете, как перхоть. Отсюда сыпется, отсюда. Просто вообще. У мужчины все сыпется. И у вас борода сыпется? Слушай, уже лет 10 как не сыпется. А что вы сделали? Начал ухаживать. Ну да. А мне Лена не разрешает ни за кем, кроме себя, ухаживать. Тяжелая шутка, да? Вообще даже не похожа на шутку. Ладно, не позорься. Помолчу постою. А как я ухаживаю за бородой? Надо этот, шампунь и кондейку специально? Нет, масло лучше какое-нибудь и гель. Гель? Ну да, такое после, который быстро впитывается. Ну, чтобы запахи не впитывались. А, у меня есть масло. Для бороды? Да. А ты им пользуешься? Да. Надо мне тоже говорить, что кожа увлажняется, дела вот это вот. Выбираем сына. Ты смотрел со стороны? Да. Крутой был Марк, да? Макалсон. Развел меня на хатгриллс. Ну почти. Почти. Почти, да. Похоже мой внешний? Ну да. А как тебя еще раз зовут, напомни? Глеб. 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 Видишь, даже подходит. Глеб, хлеб. Не-не-не, дай руку, дай руку. Ну, вот это подавай. Давай. Еще. Йоу. Йоу. Опиум бит. Это просто. Все? Теперь я должен отдать телефон? Телефон надо дать чуть дальше. Ну, это такая тоже забавная штука. Что такое, как ты думаешь? Это похоже на пепельницу. Правильно. Пельмень еще можно назвать. Пельмень, да. О, дакси. На чабуряк какой-то похожий. Так это вы в лесу делаете? Я мой брат. Круто. А я делаю вот так в лесу. Вы говорите, птицы. Вот человек старается. Это вот там эти громкие штуки. Короче, это вообще бомба. Она очень громкая. Может, я попробую? Хочешь, потом покажем. Видишь, как люди сбегляются, подтягиваются. Ну, вы же на перее говорите, человек. Думаешь, они на свет бегут? Нет, они на звуке жалейки. Отлично, стоим, ждем. Хорошая массовка. Давайте. Ну, вот, в общем. Невероятно. Сам в шоке. А почему она? Это же просто гусиное пирог. Ну, вот так вот. Есть такой музыкальный инструмент, дудук. Знаешь, да? Что-то знакомое, в общем. Ну, это такой музыкальный инструмент, армянский народный инструмент. Его занесли в фонду ЮНЕСКО как всемирное наследие. Такой музыкальный инструмент. Но у русского народа есть замечательный музыкальный инструмент, который зацеплен. Как ты уже? Жалейка. Жалейка, да. Который тоже, я считаю, по праву должен быть внесен в фонд всемирного наследия человечества. Вот. Но наравне с дудуком. Теперь на камеру твоей, пожалуйста. Если кто-то смотрит меня, кто заносит в фонды всемирного наследия, друзья, жалейку, пожалуйста, занесите. Потому что звук невероятный. Это просто гусиное пирог. Посмотрите, гусь ходил. У него в попе это было или где-то было? Ну пусть будет в крыле, давай так. В крыле было. А теперь смотрите, какие звуки есть. А можно? Великолепные аплодисменты. Жестко, круто. Столько детей вообще. Столько вопросов. Это будет невероятно интересное шоу, мне кажется. А еще познакомились с человеком, который вот играл на жалейке. Он мне дал музыку славянского фолка. Будут приобщаться, а то я что такой рэп слушаю-то. А есть славянский рэп? Да, Мишма-Маши. Так, а куда нам? Туда, туда. Ну все, все, сняли. Чай с собой взял. Как подытожить этот день? Мы первый раз сняли, как мы поели. А сегодня сенсация была, да. Полин, мы сколько трепемся, что мы идем покушать. Мы сегодня впервые сняли. Мы доказали, что мы не просто приходим в ресторан, снимаем. Типа мы кушаем и уходим. Там-то да, там-то мы что-то всегда снимаем, как мы едим. Там денег хватает. Да, а вот в ресторане, где блюдо стоит 1000 рублей, не было доказательства. А сегодня доказали. Сейчас едем домой. Нам с Артуром надо допилить величайший рилс, который мы делаем про наш, ну как наш, мой барбершоп. Я уже разогнался и верился. Подожди, я думал, я сейчас сразу домой поеду. Чего закидываешься для кадра? Ты говорил мне что? Вот. Ну да, в принципе. Рассказывай. Собственно говоря, сейчас запишем озвучку, потом пойдешь с Федей гулять. Все, конец влога. Субтитры сделал DimaTorzok